Ну а к нам подключается эксперт Российского Совета по международным делам, политолог Алексей Наумов. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер, здравствуйте, всем привет. Ну, с самого анонса этой встречи было ясно, что у Вашингтона и Брюсселя все-таки есть какая-то очень серьезная цель в Армении, ради которой для сеанса одновременной политической игры с Пашиняном даже было найдено время в рабочих графиках. Все-таки на что нацелены вот такого рода встречи и какова их цель? Смотрите, мне кажется, что у этих встреч есть две цели. Во-первых, мы понимаем, что Запад хочет зайти в регион. Запад хочет зайти в регион, а Армения хочет ему эту возможность предоставить. То есть у нас есть замечательное как бы сотрудничество двух вот таких вот, ну скажем так, акторов международной политики, Запада и Армении. Здесь очень важно понимать, что здесь нету насилия. У нас почему-то любят говорить, что вот Запад, значит, бедную, несчастную Армению утюжит. Давай, говорит, пускай меня в Южный Кавказ. Но совершенно не так. Армянское общество и армянское руководство прекрасным образом готовы, что называется, как пел из старой советской песни, раскрыть половинки широких ворот и впустить Запад в регион. Соответственно, здесь вторая цель — это потрафить самому Николу Пашиняну. Представляете, как ему приятно. Он приезжает в крупную западную столицу. Там флаг Европейского Союза, флаг США, флаг Армении. А ненавистного Азербайджана, ненавистной России, которая бросила и предала бедный армянский, значит, народ, с точки зрения самого этого бедного армянского народа, там нету. И армянам очень приятно видеть, как их премьер-министра принимают, значит, в высоких западных столицах, пока агрессоры и предатели из Москвы и Баку сидят там в своем регионе. Это очень, как вы понимаете, воодушевляюще действует на армянское население. Поэтому сам факт этой встречи, он важен и приятен для Армении и армянского населения. Поэтому, собственно, цель сделать приятно армянскому населению, которое все еще пребывает в своих вот этих вот сепаратистских фантазиях, и обсудить конкретные планы, как склонить Армению к Западу так, чтобы Россия сильно не обиделась. Пока вроде мы видим, что Никол Пашинян хочет, чтобы Россия очень сильно не обиделась, потому что вся армянская экономика от этого зависит. Но у Запада приятно, тепло и уютно. И вот две цели. Конкретная, фактическая и репутационная. Такая вот символическая. Ну, этой встречей недовольны не только в Баку, но и в Москве. Все-таки какой реакции ждать от Москвы, которая, кстати, накануне уже озвучила свою позицию? Слушайте, ну, понимаете, мне кажется, что что касается реакции Москвы, мы здесь видим некий накопительный эффект. Понятно, что никто сейчас, значит, не откажется от Армении. Мы видим, как Сергей Викторович Лавров вот недавно в своем заявлении говорил, что вот да, к сожалению, Армения себя ведет. Здесь вода точит камень, и пока Армении все еще дается, честно говоря, не очень понятным мне причинам шанс как-то, значит, взяться за ум. Смотрите, Никол Пашинян не нацелен на окончательный разрыв с Россией. Помните, в конце года он приехал на саммит СНГ тоже, да, хотя все ждали, что вот сейчас это будет последняя капля. Он хочет пройти между струйками, как ласковый теленок пососать двух маток, и пока у него это удается. Он пока не совершил какого-то катастрофического шага по разрыву с Россией. Не пустил, например, туда американскую или евросоюзовскую военную базу. Не потребовал от российских пограничников уйти обратно в Россию. То есть он пока еще пребывает в этом режиме совмещения партнеров, что называется. Любитель вот когда два партнера одновременно у одной страны. Ну, в общем, такой вот у нас Никол Пашинян. Так что пока я бы не ждал резких, решительных действий со стороны Москвы. Вода точит камень. Будем надеяться, этот камень наконец увидит, что из себя эта вода представляет. Давно бы пора. Вот говоря, опять же, о том же формате Армении и США, какие риски все-таки заложены в усилении влияния Брюсселя и Вашингтона на Ереван? Ну, смотрите, у нас с вами есть регион. Регион, в котором мы все, значит, находимся. Да, Россия, вот Северный Кавказ российский, Южный Кавказ это как бы наш дорогой, значит, добрый соседский регион. Есть Азербайджан, который сердце и один из, ну, она из главных держав Южного Кавказа. Проблема в том, что когда вы начинаете в этот регион затаскивать какого-то крупного международного игрока, здесь даже не так важно, что это Запад. Можно Китай туда попытаться притащить, Индию туда можно попытаться притащить. Лучше от этого не будет. Вместо того, чтобы решать проблемы внутри региона, налаживать связи внутри региона, у вас участники политических процессов в этом регионе начнут перетягивать геополитический канат. И начнется как бы мыслительная деятельность не исходя из интересов региона, а исходя из интересов вот этого геополитического абсолютно запутанного клубка. И в этом проблема, что как бы регион забуксует. Вместо того, чтобы как раз, казалось бы, у Армении была такая замечательная возможность снова включиться в регион, примириться с Азербайджаном, примириться с Грузией, как-то начать взаимодействовать. Но она хочет, знаете, как говорят, бросить гаечный ключ в эти шестерни, чтобы они заклинили. Ну, так хочется армянам. Это их исторический выбор. Они сами на это подписались, сами будут нести ответственность за это. А как вы думаете, что Армения может предложить, опять же, тем же американцам и европейцам в обмен на их деньги, обещания, преференции? Ну, Армения может предложить себя. Она может предложить свои, значит, вот армянские прелести буквально. То есть сам факт доступа в регион для Запада важен. Здесь Запад не видит большой ценности в Армении или в армянах непосредственно. Недавно прозвучало заявление господина Борреля, по-моему, касательно Украины. Извините за эту аналогию, но господин Боррель сказал, что Евросопейский союз заинтересован в победе Украины не потому, что он так Украину любит, а потому, что важно сохранить влияние Запада и вот этот мировой порядок. Не так американцы и евросоюзовцы любят Армению. Им просто важно зайти в регион, противопоставить себя здесь России, начать сводить с ней здесь свои счеты, как-то повлиять на Грузию, на Азербайджан, Ирану как-то попротиводействовать, который тоже рядом. То есть здесь самоценно не Армения, а самоценен заход в регион. Если бы в половинке широких ворот растворила другая страна, например, Грузия также, то и через Грузию бы пытались зайти. Не нужно снимать ответственность Армении. Армения сама с улыбкой и радостью пускает на свою территорию другие страны, отдает себя буквально как агент влияния этих держав. Ну вот касательно региона, опять же, вмешательство нерегиональных государств в регион всегда считалось красной линией для Ирана. Все-таки почему вот такие крупнейшие региональные державы, ну вот как и Иран, не дают должной реакции на такое открытое вмешательство? Да сил не всегда хватает, понимаете. Здесь какая история. У этой армянской инициативы по закланию себя, принесению себя в жертву Запада, есть две причины. Первая причина это, собственно, Никол Пашинян, которому нужно для сохранения власти предложить Армении какой-то новый геополитический курс. Курс на примирение с реальностью, на покаяние за годы потворства сепаратизму. Это неинтересно, это некрасиво, никому не хочется чувствовать себя побежденным. Всем хочется чувствовать себя победителем. Поэтому Никол Пашинян, чтобы сохранить власть, ведет этот деструктивный курс. Армянское общество, которому тоже не хочется покаяния, оно радо этому курсу также потворствовать. У Ирана нету мощных региональных рычагов для противостояния этому. Плюс пока Армения не перешла красные линии. Красные линии, повторюсь, это приглашение, например, западного военного контингента. Не наблюдателей, как там шутили, мушкетеров, гренадеров, да, а именно конкретно военную базу Запада на территории Армении. У России, я полагаю, у российского руководства красные линии примерно такие же. Пока Никол Пашинян вроде как пытается усидеть на двух стульях и показывает, что он не готов эти красные линии пересекать. Ну, будем надеяться, что как-то будет утихомирен этот господин Пашинян. Но мы видели иначе, как Азербайджан умеет утихомиривать господина Пашиняна другими средствами. Надеемся, до них не дойдет. Ну, конечно же, исход консультации, опять же, Пашиняна с Блинкиным, фон Деляером, пока еще не определен. Опять же, на каком компромиссе они остановятся, мы еще не знаем. Но все-таки, вот если говорить об угрозах безопасности в регионе, то есть, какие вот этот исход, то есть, может создать эти угрозы? Смотрите, какая угроза безопасности? Мы понимаем, что, во-первых, в Декларации независимости Армении и в Конституции есть упоминание о так называемом Арцахе. Есть. В Ереване есть сепаратистское правительство, хотя Никол Пашинян тут виляет всеми видами и говорит, что нет-нет, правительство только одно, оно никуда не делось. И мы понимаем, представляете себе такую ситуацию, значит, какая-то западная база находится на территории Армении. Тут Армения чувствует ветер в крыльях западной и начинает какие-то поползновения в сторону территории, которые ранее были ими оккупированы. Азербайджан, соответственно, дает ответ на эти поползновения и тут, не знаю, случайно попадает по какой-то западной военной базе. Вот это тот конфликт, который грозит перерасти в глобальную какую-то мощную большую войну. И я думаю, что Армения надеется, что будь у нее на территории западная военная база, вот тут бы она Азербайджану показала большой армянский кулак. И вот это важно. Когда мы начинаем пускать туда какие-то другие страны, мы грозимся региональное урегулирование перевести в раздел глобальных каких-то конфликтов сверхдержав, которые никогда до конца урегулированы не будут. Все это затянется и ничего хорошего не будет. А непосредственно военная угроза именно такая, что военная база подставляет под удар западных солдат, под удар буквально армянского реваншизма, который начинает там, а потом, ну, я только что объяснил. Ну что ж, спасибо большое за ваши комментарии. Эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов к нам подключался. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго.